В свое время Министерство обороны без согласования с органами местного самоуправления начало стройку многоэтажного и многоквартирного жилья. На территории не предназначены для этого. В частности, существующие инженерные коммуникации не были на это рассчитаны. Строительство осуществлялось без утвержденных проектов планировки и межевания. Ввод домов в эксплуатацию был невозможен. На данный момент все находится в заброшенном состоянии. Дальнейшая судьба Кузнечиков-2 до сих пор не ясна. Давайте найдем какой-нибудь лаз и посмотрим на все изнутри. Ну и что? Сам прикол там калитка, но заново висит изнутри. А вот этот домик походу делал с трубой, где обитает собака. Мы прямо вышли в него. Вот там нужно вот так вдоль забора пройти. Пойдем. Потому что я натыкался, что именно в этом домике каком-то с трубой живет собака. Хуй его знает. Пойдем. В общем, я думаю, вы поняли, куда он приехал в этот раз. Это заброшенный Айбли. Заброшенный микрорайон Кузнечики-2 в Подольске. Прямо перед окнами этого здания, где только что мы ходили, смотрели этот залаз. Смешно. И глупо. Все что-то огорожено там. Какие-то заборы. Непонятно. Можно было вообще зайти, по-моему, через КПП. Там вынесенные окна. Никакого, походу, нет. Куда-то пошло-то. Пойдем через подъезд. Зачем нам идти в обход? Мы пойдем через подъезд. Охренеть. Это заброс. На данном этапе нашего похода, скажем так, произошел небольшой казус. В диктофоне, который пишет звук, села батарейка. Я просто-напросто забыл ее заменить. Так что некоторое время, пока я этого не обнаружу, звук будет идти с камеры. Благо, что он не испорчен ветром. Сейчас посмотрим. Ох, красиво. Лифта нет. Конечно, я хочу глупо. Шутка уже такое, что-то. Ох. 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 Кринь для брибки. Он же клинь для брибки. Клинь для брибки. Вот он еще. Может, получается, он нужен. Клинь для брибки. А я-то не знаю. Пойдем. Пойдемте дальше. Тоже белый, тоже белый. Первый этаж. Сейчас, наверное, пойдем. Поднимемся повыше. Зашились, а где лесенка? Алиса, ты как раз вот там где-то подойдешь с улицы. Ладно. Должен быть вход из подъезда на лестницу. Мамка, так сильно. Я этого не заметил сразу. Ох. Я тоже. Вот так вот. Собачка. Собачка. А вот и лесенка. Ну, туда не попасть. Хотя нет, вот можно попасть. Ну, по-моему, лучше найти более адекватный заход. Или в тот, по-моему, или в этот. Это без разницы. Какая-то булочка. Наверное, это был чей-то гараж. Ух ты, что я нашел. Бардерчики. Мне как раз нужны бардерчики. Ну, нет, я, конечно, это не допру просто. Даже если бы я это очень сильно хотел сделать, я их просто не допру. Я не просто живой портал. Да. Ну, смотри, даже если мы найдем лесенку, ты пойдешь на крышу? Я вот честно сказать не очень говорю желательно. Честно, что-то в такую же Оруллую на 16-й этаже. Значит, 17-й. Надо подумать. Во-первых, не факт, что там открыта крыша. Да крыша-то открыта, это заброс. Суть не в этом. Суть в том, что лифта нету. А идти придется пешком. То есть, как бы, в общем, ситуация. Опа. Что ты увидел? Я увидел дорогу. Просто дорогу. Охренеть. И здесь, походу, недавно кто-то ездил. Да. Так что дороги-то, наверное, надо срулить. Такое ощущение, что здесь охрана. Скорее всего, должна быть. Я не знаю. Мы же не дураки ходить туда. Мы не дураки лезть вот сюда. Я не хочу, чтобы это не дураки лезть. Надо быть очень аккуратным. Так вот. Такие люди. Вы представляете, да? Масштаб этого обладона. Это просто район. Тупо живой район заброшен. Ну, как бы, должен быть живым, но он заброшен. Причем, новостроек не пятиэтажек. Как в большинстве случаев. А вот это, походу, и есть та труба. Вот она. Ладно, пойдемте посмотрим. Так что, ну, нахер, сюда лучше не подходить, подумайте. Наверное. Вот он пока пойдет. Пойдем. Все, мы не пройдем вообще. Я смотрю, все затоплено у подъезда. Кстати, да. Мы ни к одному дому не подъездим. Там полотен. То, что мы попали вообще туда. Ух, ех, твоя мать. Это вообще не вариант. Досочки есть. Досочки есть. И подвал затоплен. Да. Это очень-очень печально, конечно. Остается один выход пойти куда-нибудь туда. Там вроде было сухо. Ты куда? Футболок же, по-моему. Я до сих пор поражен масштабом. Я, конечно, читал, конечно, в интернете. Там все видел фотографию. Но я не думал, что это настолько круто. Когда ты просто находишься здесь. И здесь. Ты ощущаешь, что это совершенно по-другому. Да ну нахер. Ну вот я смотрю, тут доска сломана. Сейчас наступишь и покажешься в этой воде. Хорошо, что я только что проверил диктофон. Он вообще не писал звук. Села батарейка. Я забыл заменить батарейку. Как всегда. Но ничего. Это же заброшка. И качество звука тут не особо важно. Опа, кто-то шел мимо, прям прошел. Я х*** снял. Не, он ходит так. Я слышал, что там может. Я просто надеюсь, что не в еб***ь. Долбанец. Я с собой по тупости ничего не сделал. Знал, что еду заброшенный город. Знал, что там собака. Да п***. А вон, кстати, уже КПП. Я думаю, сейчас мы посетим вот это здание. А выйдем потом через КПП. Ладно, что по этому зданию там уже не было воды. Ну да. Еще встретили. Ну как встретили, увидели, тут кто-то ходит. Ну это логично, что тут кто-то ходит. Мы все ищем тропинки. Это глупо искать на заброшке тропинки. Там собаки. Там, сзади нас. Это как раз, ну где он ходил. Даже граффити. Но это уже не заброшка. Это уже жилое здание. А это, наверное, не дострой. Да, вон ступеньки. Фигурки такие вот. Как будто сейчас рухнут. Я надеюсь, здесь-то мы сюда зайдем. Да дверь бахнула, пожалуйста. Все, кто такие окна все на тебя смотрит. Вон спуск. Точнее, заход. Приходится вот так вот заложить. Аккуратненько. Очень аккуратненько. Какой-то падал. Альфа, лесенки вот такие. Блин. Давай посмотрим вот здесь. Может, тут есть заход? Может, тут им продолбил? Проход. Что такое светится? Указал, что там дверь. Ох, ёп. Кирпичи у меня уже есть. Точнее, плиты. Шайба. Обитал или обитает? Нет, тут же диван. Да, фу, блин. Пойдем отсюда. Я думаю, вы поняли, кто тут обитал. Собственно, мы переступили через вот эту фигню. Пойдемте повыше. Балкончик второго этажа. А вот там вот, походу, адекватней заход был. Хотя там что-то сбрасывали на крышу, похоже. Отключимся пока. Предстоит подняться на шестнадцатый этаж. Или сколько их тут? Так, интересно, в каком уже этаже? Мы похожи на десанты. Вот там проездка на один столик, на один столик. Зато как красиво. Но с крышей, я думаю, будет видно лучше. Что ж, продолжим наш подъем на крышу этого здания. Это что такое, блядь? Что у нас с вами тут? Губь. Сгубьят, ну. А мы почти на крыше. А теперь шестнадцать. Ну вот, мы, в принципе, и тут. Ну, почти тут. Еще остался. Последний рывок. Ну, конечно, дошел. Да, мы сделали это. Не пались в окнах особо. А, мы уже и так запались. Да, мы запались на территории. Ну, как бы. Ох, епта. Вот так вот. Да, это было непросто. Но мы с этим справились. А че он такая маленькая? Давайте-ка взглянем вниз, я думаю. Ха-ха. А, нет, не все. Вот еще. Но зато мы на самой высокой точке. Так, отсюда видно вон какие-то забросы. Но я не думаю, что вот это вот будет интересно посмотреть. Тем более, там рядом какие-то херния. А, там вон школа. Вот оттуда голоса. Блин, она прямо рядом, оказывается, здесь находится. А, вот оттуда как раз и звук, как помпая, решетки. Да. Но все-таки я не пожалел, что мы сюда залезли. Отсюда открывается наипрекраснейший вид. На целый заброшенный микрорайон. Что ж, пора спускаться. А то тут очень сильно печет. Вот эти полиции, это вообще жесть какая-то. Ты посмотри, помимо плит, на железные, например, на поры. Да, да, да. Да я вижу, да, там вообще ужас какой-то. А вот это вообще уже все. Ага, да, 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 вон упало. Искусство чего-то. Искусство чего-то. Иллюзия. Весприятие. Весприятие. А вот с той крыши, что тут бахнуло. Угу. Сейчас, да, сразу гляну, где мы выйдем. Потому что там мы не пойдем лозом. Да, с собаками. Да, там с собаками. На их нахер. Встретим заброшки с собаками. Это не самая лучшая идея. Я думаю, там через окно можно вылезти. Слышь, что? Да, вылезем, наверное, через окно. Я не знаю, заснимем мы наше эффектное появление на районе. Посмотрим. Здесь хоть это попроще дышать. Блин, предстоит опять этот лаз. Спускайся вниз, мы увидели вход в подвал. Сейчас изглянем. И все. И это все. О, нет, там двери. Ну, как двери. Это обычный подвал, многоэтажки. Я, конечно, понимаю, что это мало доступно в жилых районах. Ну, смотреть там нечего. Если честно. Еще есть тут вот этот вот подвал, вот этого недостроя. Я не знаю. Кто-то приготовил себе то, что можно спи***ть. Это буреточка. В общем, ничего интересного тут нет. По-моему, машина стоит. Нет? Нет. Ёб твою мать, я думал, это какая-то охрана. Подожди. 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 Сейчас, сейчас. Это еще не все. Какая-то хирург. Блин, надо сюда сюда залезть. Не знаю. Ну, походу, это вход в эти подвалы. Да ну их нахрен. Че там это ловить, блин? Там ничего нету. Ладно, пойдемте совершим наш эпичный выход из Кузнечиков 2 прямо на дорогу. Через какое КПП мы выйдем, интересно? Через то или через это? Через это КПП выйдем? Зашли через какую-то дыру-нору, выходим через КПП. А, кстати, вон дыра-нора. Она очень маленькая. Гость аккуратно. Ага, я вижу. Что это за белое говно? Наверное, какой-нибудь цемент. Здесь не получилось. Там, скорее всего, тоже не получится. И мы полезем через ЛАС. Там заварено вон... Заварено окно. Так что через окно мы не вылезем. Ладно. Я же сказал, придется через ЛАС. Как бы этого не хотелось, но придется через ЛАС. Может, вы стекла еще не получили? Какие, нафер, стекла? Какие стекла? Пойдем. Да я знаю. Отряхнушься по дороге. Вылезли мы, короче, вот сюда. Смея тебе. Вот мы и посетили заброшенный город Кузнечки-2. Даже поднялись на крышу в такое пепло. Но ничего страшного. Благо, мы приехали сюда очень рано. И не так пепло. Сейчас уже все, жара. В общем, спасибо за просмотр. И пока. Продолжение следует.